ДИАБЛОКО ПРЕКРАСНОМ С РЕКТИНОЙ СМОЛЬСКОЙ Посмотреть нашу программу вы можете не только в эфире, но и на сайте телеканала «Беларусь-3». Также я напоминаю, что программа наша интерактивная, это значит, что вы можете присылать ваши вопросы, комментарии на наш сайт diablo.by, либо на нашу страничку в Фейсбуке. Также присылайте ваши СМС-сообщения. Одним словом, включайтесь активно в нашу беседу. 26 и 27 сентября в Гомеле проходил второй национальный форум Музея Беларуси. Именно в Гомеле собрались музейные работники, специалисты музейного дела, чтобы обсудить перспективы развития музеев. Конечно, наша передача не могла остаться в стороне от такого важного события, и мы пригласили в студию Галину Нечаеву, директора Ветковского музея старообрядчества и белорусской традиции имени Шклярова, которая, надо сказать, была не только участником данного форума, но и названа лучшим руководителем музея. Галина Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Григорьевна, вы теперь лучший руководитель музея. Именно в такой номинации вы победили в конкурсе Музея Беларуси третьему тысячелетию, который проходил в рамках форума. Как вы ощущаете себя с таким новым для вас званием? Это новое звание, но вообще-то как директор музея я себя ощущаю с 1988 года. Теперь вы признаны лучшим директором музея. Ну и что же с этим поделаешь? Больше, чем два года. Это не продлится. А два года, я думаю, что это не такой большой срок, чтобы зазнаться. То есть через два года будет лучший директор музея кто-то другой? Конечно. Ведь это же конкурс, это номинация, и мы должны развиваться. Но это очень приятно. Самое приятное то, что мне показалось, что люди искренне смотрели на меня, и искренне, у них были очень родные и красивые глаза. Значит, может быть, это и признание. Для вас важно признание того дела, которое вы делаете? Я думаю, что для каждого оно важно. В общей сложности на Втором национальном форуме было представлено около ста экспозиций различных учреждений музейного дела. Здесь были представлены и национальные музеи, и музеи-заповедники. Кто не успел побывать, я думаю, может найти очень много фотографий, очень много фотоотчетов в интернете. Даже я знаю, что в интернете, в комментариях интернет-пользователи, вот мы уже видим, кстати, на экране фото и видео с форума, даже назвали этот форум «Музей музеев». Мне кажется, довольно-таки такое почетное звание. Я должна сказать, что экспозиции были оригинальными и привлекательными. Вот назову несколько, на мой взгляд, наиболее интересных. Например, Музей истории города Гомеля представил экспозиции афиши газетных вырезок столетней давности. Гродненский историко-археологический музей, Ряжин и Королевский двор времен Стефана Батория. Вот еще интересное. Реческие музейщики воссоздали рабочий кабинет художника Александра Исачева. А на ваш взгляд, какие экспозиции были наиболее интересны? Вам что больше всего запомнилось? Ну, мне запомнились те интерактивные программы, которые заинтересовали меня как профессионала. Всегда приятно смотреть, как люди другие новые формы придумывают в общении обычно с детьми и даже со взрослыми, как взрослые превращаются в детей, когда начинают играть. Мне понравились такие программы, как кубики с живописью национального музея или, например, такая интерактивная игра с натюрмортами, которые нужно было дополнять внезапными предметами, чтобы оказаться представителем фавизма или экспрессионизма или классицизма. Это интересная игра. Интерактив такой. Еще мне понравилось, как в Полоцком, по-моему, да, в Полоцком музее, да, где есть такая прекрасная деятельность, как восстановление из разрушенных фресок, из фрагментов, настоящие реставраторы восстанавливают полные фрески, то они придумали такую игру, когда из маленьких кусочков магнита изображение цветное, все рассыпано, и ты должен по этим кусочкам потихоньку собирать, прикладывая один кусочек к другому. Это, хотя и игра, но дает представление и внутренний интерес. Ну, вообще-то было много очень таких всяких заманчивых вещей, например, там обучение старинным танцам или старинным значением цветов, жестов, вееров. Ну, вот это все в такой области театрализации. И мне показалось, что, может быть, этого театра было слишком много, потому что за два дня... То есть нужно как-то привлекать зрителя, а зритель именно и привлекается каким-то таким интерактивом, на мой взгляд. Я не считаю, что вот самое то, что мы должны были показать, это именно театр. Понимаете, вот чтобы это не превратилось так, чтобы мы не превратились в филиал художественной самодеятельности. И хорошо, если национального уровня, тогда может быть и профессиональный театр. Но на уровне районных музеев это может превратиться просто в еще один вид художественной самодеятельности. Но она же и так есть в культуре. А если говорить о какой-то практической пользе форума, форум проводится уже во второй раз. Это второй национальный форум Музея Беларуси. Вот какая реальная польза для музеев от этого форума, на ваш взгляд? Ну, я во втором уже участвую. И вообще-то это всего лишь второй. Вы представьте себе, что если я работаю более 35 лет, и только за два года первый и второй форумы. Вы представляете, если бы мы их раньше начали? Ведь это же настоящий праздник встречи, во-первых. Во-вторых, ты смотришь, как подходят люди, как они работают, как они применяют какие-то... Еще одно направление — это новые технические какие-то средства, ну, как они работают с людьми, как они представляют свою экспозицию, да и, наконец, посмотреть на прекрасные, хотя бы отдельно выставленные экспонаты. Это все очень интересно. Вот я знаю, что в интернете это событие широко обсуждалось, и есть очень много комментариев по поводу этого форума. Мне бы сейчас хотелось перейти к некоторым комментариям, на мой взгляд, довольно интересным. Вот этот интернет пользователей под ником «Наста» пишет. «Форум удался». Не часто можно столько историй встретить на отдельно выделенном месте. Спасибо всем участникам. «Красота». Жаль только, что два дня не успел сходить. Нужно сказать, что не все комментарии такие восхитительные, есть и критические. Сейчас я бы хотела перейти к одному критическому. Один из наблюдателей. Приятно было смотреть, как действовали от души некоторые участники выставки форума. И на их фоне слишком выделялись те, кто пришел по указке. Интересные директивные площадки рядом с унылыми музейными наборами смотрелись очень модно и современно. Главное в музейном деле – душа. Галина Григорьевна, расскажите, как был представлен ваш музей Ветковский, и с душой ли вы подошли к делу, как переживает наш интернет-пользователь? Ну, это главное, может быть, и достоинство, и главная беда Ветковского музея, в котором я работаю. Ветка – это городок 14 километров между границами Гомеля и границей Ветки. Вот. И вот такое качество – это относиться с душой. В принципе, ни один проект за все время с начала нашей работы… Без души не делался. Да, и к этому нас, может быть, приучил, или, по крайней мере, мы не имели другого представления. Может, мы и по душе сами такие пассионарные. Наш основатель Фёдор Григорьевич Шкляров, когда мы в 79-м году вдвоём ещё с одной девушкой, Светланой Ивановной Леонтьевой, пришли к нему, чтобы за один год построить музей. Прочесть книжку «Что такое наша культура?», «Как строить музей?» и «За год построить музей». Невероятно, «За год музей». Но расскажите, как вы были представлены на форуме, ваш музей? Ну да, это невероятно, потому что мы пошли теперь, это теперь путь нашей жизни. А на форуме мы выбрали такую тему. В прошлом году, в прошлом форуме, два года назад, мы представляли белорусское откачество узорное и семантику нашего древнейшего орнамента. А в этом году мы взяли своё крыло старобряческое. И мы назвали экспозицию «Дам тебе на дорогу образок святой» по словам Лермонтова, который записал, написал эту казачью колыбельную, когда служил на Кавказе. И как оказалось, казачий полк на Кавказе был в XVIII веке сформирован из ветковчан, из старобрядцев ветковчан, которые туда были переселены. И получилось, что круг замкнулся. Мы представили дорожную культуру ветковчан, дорожную культуру старобрядцев, образки, которые с собой люди брали, и те карты, которые говорят о широте участия ветки в этих миграциях старобрячества. Мы представили старые бакины, реку, легенду о ветке, икона с веткой, как основалась ветка. Мы представили дорогу, дорожный крест, литые образа и фотографии наших предков, старобрядцев. Ну вот, это такой был замысел. Довольно масштабный, я считаю. Мы готовились к нему, готовились к нему, да. И, значит, ну, как бы продолжением этого были две книги, которые нам удалось издать в последнее время. Это такие толстые, красивые альбомы, монографии, дай бог здоровья издательству «Белорусская энциклопедия», потому что они поверили нам и сотрудничали с районным музеем, и мы издали две толстых книги. Вот главной темой прошедшего форума была «Музей и общество. От коммуникации к взаимодействию». Я знаю, что планировалось, что белорусские специалисты договорятся о каких-то совместных проектах, совместных туристических программах с зарубежными коллегами. Вот наметились какие-то интересные проекты? Понимаете, Кристина, я не могу сказать, чтобы я была сразу на всех площадках и имела бы возможности увидеть финальные выходы, к чему договорились на той или иной конференции. Это еще впереди, это еще возможно сейчас будет публиковаться или уже публикуется в наших газетах, в культуре, в журналах. Но я хочу сказать, что вот эта тема диалога, она для Ветковского музея – это просто насущность. Или, как сказал мой юморной внутренний голос, как для кролика «Терновый куст – мой дом родной». Потому что именно как диалог, рассказ и устроение экспозиции с самого начала. Вот мы смогли открыть музей, первую экспозицию в 87-м году. И в 87-м году мы ее построили по семиотическим методам. Мы построили как модель пространства культуры, которая рассчитана на диалог между посетителем с его зоной. Через академический показ в витринах каких-то отдельных шедевров или предметов или экспонатов. А сзади, между витринами, стекла, куда можно заглянуть в чужую жизнь. В ту жизнь. В прежнюю. И причем это не простые интерьеры, где чучело-ткачихи сидит и ткет какой-то там, даже не держит руки на ткацком станке. А это поэтические формулы, которые мы там разворачивали. Мы же увлеклись, бог знает чем, мы увлеклись семантикой орнамента, которая имеет тысячи лет у нас возраста. Мы увлеклись иконописью, которую мало кто понимал в старообрядческой. Ну вообще мы стали записывать обряды, стали записывать фольклор, стали изучать, ездить в экспедиции именно потому, что мы поняли, что нет ни одного предмета и нет ни одного экспоната, который не являлся бы текстом определенной культуры. Ну вот я еще хотела с вами обсудить, как с человеком, который получил такую почетную награду, как лучший директор музея, как завлечь посетителей в музей, как популяризировать музей. Вот наши интернет-пользователи некоторые пишут, что их еще с детства от музеев, так сказать, отвернули культ походы. Вот интернет-пользователь Войс. Лично меня от музеев отвернули школьные культ походы, когда скучные тетки скучно рассказывали о древней истории. А сейчас, то ли с возрастом, то ли от того, что по доброй воле и без заученных историй печальным голосом, мне интересно в музее все. От войны до рушников и кукол. Как сделать музей интересным и детям, и взрослым, чтобы люди могли приходить с семьями? Я знаю, что европейские музеи от 40 до 60% своей прибыли получают от сувениров, от арт-кафе, от детских развлекательных комнат. Мы идем по тому же пути? То, что касается первого пункта сувениры, то да. Хотя я, например, радуюсь, что почти все сувениры, которые продаем мы, и всю печатную продукцию, открытки, календарик, книги, у нас уже много изданий Ветковского музея, они разработаны либо по нашим макетам, на нашем материале, кружки, ну, все, что угодно. Или, например, рушники неглебские, там, мастеров, которые там их сами производят. Все связано с деятельностью нашего музея. Это не просто сувениры с видом города или еще что-то. А что еще вы используете для привлечения зрителей? Это так. Но вот это, например, хорошее направление, и я уверена в нем, потому что мы работаем на это сами. Но это я хочу все-таки закончить. Ведь это не совсем сувениры, потому что наша исследовательская работа позволяет нам потом дать в книгах, дать на сувенирах расшифровки. Ну, в общем, то, что делает нас неповторимыми, и то, что позволяет современному человеку почувствовать, ну, хотя бы тот самый знак, почувствовать этот знак, которому 4 или 5 тысяч лет, почувствовать в своей культуре и в числе своих предков. И это красиво. То, что касается детских комнат, то у нас, например, в филиале в Гомеле сейчас, потому что сначала у нас вообще-то были кружки детские и в самой ветке, но сейчас как-то это перешло в филиал, потому что там уже третье поколение ребят, которые умеют ткать и восстанавливают старинные традиции. И в городе больше детей и молодежи, которым это как бы, ну, культура действует не в прямом поколении, хотя бы через поколение, когда они заинтересованы. Галина Григорьевна, мы сейчас заговорили про мастер-класс. Вот я сейчас предлагаю как раз посмотреть ваш мастер-класс, который вы даете в вашем музее, а потом продолжим. А вот здесь уже мы видим посередине вот этого большого засеянного поля, которое прорастает, мы видим еще один таинственный знак, и он принадлежит только нескольким традициям, у ненглюбки его нет. Мы видим, что внутри этого большого знака, уже засеянного, знак маленькой девственной детской лапки. Лапка — это просто название ненглюбское. В общем, этот ромбик с прорастающими такими отростками, девственный, целый, видите? И с маленьким огнем жизни. Это один из фрагментов многочисленных мастер-классов, которые вы проводите в вашем музее, и вы много, я знаю, участвуете в каких-то этноэкспедициях. Это способствует привлечению каких-то посетителей в ваш музей? Я думаю, да. Ну, у нас вообще-то программа музейной педагогики, которая есть у множества музеев, но достоинство каждой программы, на мой взгляд, в том, чтобы это было на примерах собственных исследований, собственных экспонатов, и с теми детьми, которые принадлежат этому краю, этим местам. Эти дети учатся как бы гордиться тем, что у них такие глубокие корни. Ну и, кроме того, это интересно, потому что все больше народу увлекается, хочет узнать не только на языке словесном, фольклорном, но и на языке, допустим, орнаментов, которые древнейшие знаки. Нам удалось уже издать и несколько книг на эту тему. Вот мы как бы... Они у нас выложены на сайте чаще всего. Это можно посмотреть. И статьей у нас множество. Надо сказать, что сайт у вас замечательный, вы замечательно работаете и в соцсетях, очень много фотоотчетов, много видео. Мне кажется, это очень важно для музея, активно позиционировать себя в интернет-пространстве, потому что молодежь много в интернете сидит, смотрит, и, в общем-то, это очень популяризирует музейное дело. Я скажу вам, что именно вот эта жизнь нашего сайта за последние два-два с половиной года как раз привлекли к нам очень много групп, как у нас в старину говорили, интересантов. То есть интересант – это старинное слово, которое обозначает человека, которому интересно. И когда к вам приезжают интересанты, то у вас, конечно, интересно все получается, потому что они не просто приехали послушать скучных теток. А, кстати, я хочу насчет скучных теток. Они вообще-то и не виноваты, с одной стороны. Но мы пошли в свое время, в 90-х годах, когда был резкий спад интереса к культуре и к музеям тем более, не говоря о финансировании и так далее. Мы пошли другим путем. У нас было три человека гидов, экскурсоводов, и мы их всех перевели в научные сотрудники. То есть у нас нет ни одного экскурсовода. У нас каждый человек – это научный сотрудник, который ведет ту или иную область исследований. А регион наш, Юго-Восток Беларуси, безумно интересен. Например, мы записали около 700 названий только орнаментальных элементов от живых носителей традиций. Они сейчас уже почти все ушли, но мы это успели сделать. Вот у меня есть замечательное высказывание директора государственного эрмитажа Михаила Петровского, которое я бы хотела зачитать. Музей, видя, что в него приходят люди с айпэдами в руках, на которых есть все эти вещи, должен все время доказывать, почему он лучше, что такое энергия, которая исходит от подлинной вещи, и как ее ничем нельзя заменить. Музей должен вести диалог с людьми, помогать им думать, потому что только культура может воспитать сложного человека. А нам нужен сложный человек, потому что когда простые люди делают ракеты, они падают. Вот вы пытаетесь доказать своему посетителю, что вы лучше, чем, скажем, Национальный художественный музей, который, надо сказать, получил приз в номинации «Лучшее представление музея на экспозиции форума». Вы конкурируете? Ну, мы, я думаю, сотрудничаем. Во-первых, не во-первых, во-вторых, в-пятых, мне очень приятно, что с нами хотят и сотрудничают большие музеи, большие издательства. И Владимир Иванович Прокопцов ни разу не сомневается, когда мы привозим к нему тот или иной проект. И эти проекты в последние годы достаточно успешны. Как в области бабической белорусской народной иконы, которую, кстати, мы реставрировали, так и старобряческой иконы, так и княжности, и у нас прекрасные коллекции. Но, во всяком случае, у нас множество есть еще и задумок, и проектов на будущее. Это раз. Второе. Зачем мне конкурировать с прекрасным национальным музеем? Лучше сотрудничать. У нас разные... Ну, мне нравится, что мы делаем совместные проекты. Это очень важно. А вот слова Петровского, который, кстати, очень даже с большим интересом остановился возле нашей экспозиции, сказал, что он слыхал про эти книги. И мы подарили Эрмитажу в честь его 250-летия наших два издания. И он с большим теплом, как, впрочем, и каждой экспозиции. Вот интеллигентный человек. С большим теплом отнесся к нам, сфотографировались мы вместе. Но я хочу сказать, что еще в этом же году, в этом году, летом этого года, у Ветковского музея старобрячества, районного музея старобрячества и белорусских традиций, был совместный проект с Эрмитажем. Это были совместные археологические раскопки. И мы брали открытый лист. И от нашего коллектива работал в этих раскопках, их возглавлял Александр Иванович Дорбышевский, кандидат исторических наук, который тоже работает в нашем Ветковском музее. Ну вот Петровский, на мой взгляд, замечательно говорил о том, что сейчас, когда так много интернета, сейчас век айфонов и айпэдов, музеи очень сложно конкурировать. И у меня есть замечательная тоже цитата нашего интернет-пользователя, на которую я бы хотела, чтобы вы тоже ответили. «Сотнюю лет назад у человека была единственная возможность увидеть шедевры, придя в музей. Сегодня не нужно даже альбомы покупать. В интернете есть всё и в отличном качестве. До сих пор удивляюсь, зачем люди продолжают ходить в музей. Зачем нужен музей?» Я с Эрмитажем согласна. Никакой айфон, никакой интернет. Хотя для меня огромную радость и огромный познавательный потенциал представляют те вещи, которых я никогда в жизни не могла раньше видеть, никогда они не были на бумажных носителях. И вряд ли я посещу или смогу посетить все бесконечно прекрасные музеи. Но преданность тому месту, где ты живёшь, и открытие того богатства не у японцев, которых безумно уважаю, не у китайцев, которые просто восхищение вызывают, не у индейцев майя, а в своих собственных предметах ты видишь мощнейшую энергию, мощнейшую культуру, которая передаётся нам и должна передаться наша роль, чтобы мы помогли людям установить диалог не со мной, а диалог с теми людьми, которые жили до нас, которые оставили в текстах, в любых текстах, начиная от кружки, от кувшина, от рушника, иконы, книги, обряда, танца, движения, высказывания, загадки, они оставили эту энергию нам только протянуть руки. Вот мы стараемся, чтобы соединить руки ваши и их. На самом деле колоссальная проделана работа. Я сейчас предлагаю показать нашим телезрителям, как музей выглядит сейчас. Это только первый этаж, маленькая часть первого этажа. Это наши предки на нас смотрят из вторинного окна. Это актуальная экспозиция, это не старая, да? Это то, что вот сейчас есть в музее. Видео мы нашли в интернете, может быть, оно устаревшее. Вы знаете, что мы посмотрели только, может быть, одну сотую часть наших экспозиций. Галина Григорьевна, вы с такой любовью рассказываете о своем деле, что, я думаю, не только у меня, но и у телезрителей появилось желание прямо вот сейчас поехать в ваш музей. Спасибо вам огромное за диалог, спасибо за беседу, удачи вам, здоровья и новых успехов в вашем таком нелегком музейном деле. Спасибо, что вы были у нас. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Ветковского музея народного творчества и старообрядчества имени Шклярова Галина Григорьевна Нечаева. Дорогие друзья, программа наша подошла к концу. Пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии, присылайте ваши вопросы, комментарии. Я думаю, от этого передача будет становиться только богаче, насыщеннее. Присылайте ваши смс-сообщения. Включайтесь в культурную жизнь в Беларуси. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова